Беседа 8, 58 страница. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». 1 глава 9 стих. Ничто не препятствует нам и сегодня снова коснуться этих слов, потому что в прошедший раз изложение догматов не дозволило нам проследить вполне все прочитанное. Где же те, которые говорят, что Сын не есть истинный Бог? Здесь Он называется истинным светом, а в другом месте – самою истинною и самою жизнью. Впрочем, эти последние слова мы яснее исследуем, когда дойдем до них. А теперь надо бы на вашей любви сказать о свете. Если Он просвещает всякого человека, приходящего в мир, то от всего столько людей остаются непросвещенными. От того, конечно, что не все познали веру Христову. Как же Он просвещает всякого человека, смотря по приемлемости каждого. Если некоторые по своей воле, смежив очи ума, не хотят принять лучей этого света, то омрачение их происходит не от естества самого света, а от злобы этих людей, добровольно лишающих себя дара. Благодать изливается на всех, на Натюжда, ни Узея, ни Элина, ни Варвара, ни Скифа, ни Свободного, ни Раба, ни мужа, ни жены, ни старца, ни юноши, как всем одинаково близка и всех равночестно призывает. Но те, которые не хотят воспользоваться этим даром, те по справедливости самим себе должны приписывать такое ослепление. Если тогда, как вход открыт для всех, и никто не преграждает его, некоторые по произвольному ожесточению остаются вне, то они гибнут не от чего-либо другого, а от собственной порочности. В мире был, стих 10, но не как современный миру, нет, поэтому евангелисты предсовокупляют, и мир через него начал быть. Через это он опять возводит тебя к предвечному бытию единородного. Кто слышит, что все есть создание его, тот хотя бы был вовсе бесчувствен, хотя бы был враг и противник славы Божией, во всяком случае, волею или неволею, принужден будет признать, что творец существует прежде творений. Потому-то я всегда и дивлюсь безумию Павла Самошадского, как он, дерзав противоречить столь очередной истине, и сам себя добровольно не зренул в бездну. Он заблуждался не по неведению, а очень хорошо понимая дело, подвергся одной участи с иудеями, как иудеи, имея в виду суд людей, отставили здравую веру, и хотя знали, что Иисус есть единородный Сын Божий, но ради своих начальников не исповедовали, чтобы не быть изгнанными из синагоги, так и Павел Самошадский. Как говорят, из угождения какой-то женщине отрекся от своего спасения. Подлинно, страшно, страшно преобладание тщеславия. Оно может ослепить очи и мудрых людей, если они не станут бодрствовать. Если это может сделать издаимство, тем больше страсть тщеславия гораздо сильнейшая. Поэтому-то и говорил Христос иудеям, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете. Иоанна 5, 44. И мир его не познал. Евангелист называет здесь миром множество людей, растленных, преданных земным делам, толпу, векежный и бессмысленный народ. Но Други Божии и все дивные мужи познавали Христа еще прежде Его явления во плоти. Именно о праотце сам Отец Христос сказал, «Авраам, Отец ваш, рад был увидеть день Мой, и увидел, и возрадовался» Иоанна 8, 56. И о Давиде в обличении иудеев он говорил, «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня» Матфея 22, глава. Много раз припираясь с ними, он упоминает и о Моисее, и о прочих пророках, апостол. А что все пророки, начиная от Самуила, познавали Христа и задолго предвозвещали пришествие Его, об этом говорит апостол Петр. И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии, Деяние 3, 24. Иакову и отцу его, как и деду его, являлся Сам Бог, беседовал с ними, обещая даровать им многие и великие блага, что и исполнил на самом деле. Как же, скажешь ты, Он Сам говорил. Многие пророки хотели видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Как же они знали Его? Конечно, знали. И я попытаюсь доказать это из тех же самых слов, из которых некоторые заключают, будто бы пророки не имели познания об Иисусе Христе. Он говорит, «Многие восхотели видеть, как вы видите. Значит, они знали, что Он придет к людям и совершит дела, которые действительно совершил. А если бы не знали этого, то и не восхотели бы видеть, потому что никто не может желать того, чего совсем не знают. Следовательно, они знали Сына Божия, знали и то, что Он придет к людям. Но что ж это такое, чего они не видели и не слышали? То, что ныне видите и слышите. Пророки, хотя слышали глаз Его, и самого Его видели, однако с Невоплоти, не в том виде, в каком Он обращался с людьми и открыто беседовал с ними. На это и Сам Он ясно указывает. Говорит, не просто они желали Меня видеть, а как? Желали видеть, как вы видите. Не сказал так же? Меня слышать. Но что вы слышите? Таким образом, хотя они и не видели Его явление во Плоте, однако знали, что оно будет, и Его желали. Они веровали во Христа, хотя и не видели Его во Плоте. Если же язычники, думая укорить, нас просят, что же делал Христос прежде, когда еще не промышлял о роде человечеством? Почему Он, оставив нас на столь долгое время без попечения, уже в последнее время пришел устроить наше спасение? Мы скажем, что Он еще и прежде того времени был в мире, предустроял дела и ведом был всем достойным. А если вы скажете, что Он был неведом, потому что не все тогда знали Его, а только люди избранные и добродетельные, то на таком основании вы, пожалуй, допустите, что Он и в настоящее время не имеет поклонения от людей, потому что и ныне еще не все знают Его. Но как в настоящее время никто не может отрицать, что есть люди, знающие Его, потому только, что есть люди, не знающие Его. Так нельзя сомневаться в том и по отношению к прежним временам, потому что многие, или лучше сказать, все избранные и дивные мужи знали Его. Но если бы кто спросил, почему тогда не все веровали в Него и не все почитали Его, а только одни праведные, то спрошу и я, отчего и в настоящее время не все знают Его. Да что говорить о Христе, отчего как прежде, так и ныне не все знают и Отца Его. Некоторые говорят, что все в мире носятся самодвижно, другие попечения о всем приписывают демонам, а есть и такие, которые кроме истинного Бога измыслили для себя какого-то другого. Из них иные богохульствуют, утверждая, будто есть какая-то противная Богу сила, и еще думают, что законы Божии принадлежат какому-то злому духу. Что же? Уже ли потому, что некоторые отвергают Бога и мы будем говорить тоже, или согласимся, что Он зол, так как некоторые высказывают и это богохульство? Прочь это безрассудство и это крайнее безумие. Если бы мы стали поверять догматы судом этих безумных людей, то и нас самих ничто не удержало бы от крайнего безумия. Конечно, никто не скажет, что солнце вредно для глаз, потому что есть больные глаза. Напротив, оно цветоносно по суду людей здравых. Не то, никто также не скажет, что мед горит, потому что он кажется таким на вкус больных. Итак, не по примеру ли больных некоторые утверждают, что или нет Бога, или что Он зол, что иногда Он промышляет, а иногда вовсе не делает этого. И кто скажет, что они люди здоровые? Напротив, это люди не иступленные ли, безумные, и крайне помешанные. «Мир его не познал», сказано. Однако в те, которых не достоин был мир, познали его. Сказав же о непознавших его, евангелист вкратце излагает и причину этого неведения. Говорит, не просто никто не познал его, но мир его не познал, то есть люди, преданные одному миру, и только о мирском, помышляющие. Как обыкновенно называл их их листок, как, например, когда говорил, «От ты праведный, и мир тебя не познал», в Иоанна 17. Но мир, как мы сказали, не познал не только сына, но и отца, потому что ничто не приводит в такое расстройство рассудок, как привязанность к предметам временным. Зная это, удаляйтесь, сколько возможно от мира, и воздерживайтесь от дел плотских, от них происходит потеря не в случайных, а в самых высших благах. Человек, слишком занятый делами настоящей жизни, не может надлежащим образом усвоить предметов небесных, но по необходимости, заботясь о тех, лишается этих, не можете, сказано, Богу работать и мамонию. Последуя одному по необходимости, надо бы наставить другого, и об этом гласит самый опыт. Те, которые смеются над страстью к богатству, те-то наиболее и любят Бога, как должно. Напротив, те, которые высоко ценят богатство, как первое благо, слабейшую имеют любовь к Богу. Душа, будучи однажды пленена любостяжанием, уже не может легко и удобно удерживаться, чтобы не сделать, или не сказать чего-либо такого, что прогневляет Бога, так как она делается уже рабою другого господина, и притом такого, который повелевает ей все противное Богу. Страница 6.1 Итак, воспряните и пробудитесь, и, размыслив о том, какого господина мы рабы, возлюбим только его власть. Возрыдаем и оплачем прежнее время, в которое мы работали мамоне, свергнем однажды навсегда ее тяжкое несносное иго, и будем постоянно носить иго Христова, легкое и отрадное. Христос же не повелевает ничего такого, что внушает мамона, она повелевает быть врагами всем, а Христос, напротив, миловать и любить. Она, привязав нас к праху и пыли, таково золото не дает нисколько, даже ночью воздохнуть свободно, а Христос освобождает нас от этой излишней неразумной заботы, повелевает собрать сокровища на небесах, не неправдою в отношении к другим, а собственную правдою. Мамона, после стольких трудов и скорбей не может даже остаться с нами, когда мы сам будем терпеть наказание и злострадать за исполнение ее внушений. Она даже увеличит для нас пламя, а Христос, даже когда повелевает дать ближнему чашу холодной воды, не попустит нас, и зато лишится награды и возмездия, но воздаст с великою щедростью. И так не крайне ли безрассудно пренебрегать столь кроткое и столь великими благами изобилующее владычество и работать властителю неблагодарному и непризнательному, который ни здесь, ни там не может никакой пользы принести последующим и позинующимся ему. И не то одно худо и не то одно вредно, что он не может избавить преданных казней, а и то еще, что он, как я сказал, подвергает бесчисленному множеству зол людей, покоряющихся ему. Ведь на многие из тех, которые будут наказаны, будут терпеть наказание именно за то, что служили деньгам, любили золото и не помогали нуждающимся. Чтобы не терпеть и нам того же, будем расточать свои сокровища, отдавая их бедным, освобождать свою душу и от здешних зловредных потечений и от будущих зато уготованных мутений. Приготовим себе оправдание на небесах. Вместо стяжаний земных соберем сокровища неисощаемые, сокровища, которые могут сопутствовать нам на небо, могут защитить нас в опасности и умилостивить тогда судью. Да будет же ко всем нам его благоволение и ныне, и в тот день, и да насладимся с великим дерзновением благ, какие уготованы на небесах, любящим его по благодатию и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Аминь.